Песня. Песня всякие скверны, и спаси, Боже, души нашу. Брат, Андрей, попроси благословения. Господи Божий, Боже, благослови нас на эти занятия, откроет наш ум и сердца наши принятие в Божественном Писании Твоих. Помоги нам все это претворить в жизни. Аминь. Аминь. У нас там вступление будет, необычное. Подойди сюда. Заметьте, что я не записываю. Не отвлекайся, да? Включай, не отвлекайся. Так, разоглас. Скажи, что это такое. Рядом, подойди, что написано. У меня хранится такой листок, записанный, я не знаю, в каком году, но лет 8 или 10, когда люди начали здесь жить, потеряете. И такое предложение возникло. Я говорю, давайте напишем. Вот каждый напишет дома и через неделю принесет. Допустим, вот он прожил здесь 8-10 лет. И что из его опыта, допустим, он может сказать, какие качества должны быть в человеке, чтобы, допустим, человек смог здесь жить, как бы начать. И каждый написал. Я потом просто это все дословно буквально вот так вписал, ну так по порядочку. И вот что получилось. Чтобы жить потеряя и быть довольным, нужно помнить, что Бог везде и в любом месте. Спасение души зависит только лично от тебя. Поэтому нужно иметь большое желание спасти свою душу. В первую очередь надо иметь духовные качества, то есть веру в Бога, во Христа. Иметь смирение. Писал, я не знаю, сколько тут человек, 8, наверное. И вот пятеро употребили слово смирение. А это дает и желание работать на земле, и физическую силу. Потом отвернуться себя и своего Я. Это трое употребили. В полном смысле этого слова. Чего ищешь? Духовного или телесного? Если второго, то нет и смысла переезжать. Не любить того, что в мире. То есть на первом месте для тебя должна быть духовная жизнь. Отступствие от тяги к мирскому. Самое главное – любить Христа всем сердцем, всей душой, всем помышлением. Знание священного писания. Предпочитать свое спасение всему остальному. Быть искренним, нелицемерным и порядочным христианином. Почтение, послушание. Слово послушание три раза употреблялось. Старшим и опытным. Советоваться, исполнять. Не пренебрегать советами духовных наставников. Устав, ну то есть соблюдение. Огромное желание жить по уставу деревни. Это два раза. Умение жить не для себя, а для других. Взаимовыручка. Помогать ближним. Проявлять заботу по возможности к другим, не ожидая взаимности. Коммуникабельность. То есть уметь жить в мире с Богом, с собой, с людьми. Доброжелательным, кротким. Дважды кротким. Умение уступать. На обличение уметь себя исправлять и устранять обиду. Не считать себя абсолютно духовно грамотным. Очень многое надо будет постичь и изменить укоренившиеся в тебе. Оставить свои грехи и не возвращаться к ним. Пьянство, хурьево. У женщин тяга к украшениям и другое. Не обидчивым. Полностью во всех жизненных вопросах полагаться на Господа. Самостоятельность. Рассчитывать только на себя. В скобках. То есть надо рассчитывать только на свои физические силы. Общительность. Не только ждать, что тебя пригласят, но делать самому первый шаг к общению с ближними. В деревне живем за счет своего хозяйства. Поэтому ты должен. Первое. Знать, что выращивать. Второе. Знать, как это сделать. Третье. Знать и уметь, куда, как и за какую цену все это продать. Уметь, уметь и уметь. Надо быть очень трудолюбивым. Трудолюбие пять раз. Очень и очень. Потому что все будешь делать своими руками. Не бояться трудностей. И когда они есть, не паниковать. Стараться с терпением переносить физические трудности. Быть готовым привнести что-то новое во что-либо. Обязательная общественная нагрузка. Быть физически крепким. Крепкое здоровье, сила. Не лениться работать в поте лица. Все только для Христа. Это все можно и при неважном здоровье. А в общем, читайте Евангелие и узнаете. Читайте в Новом Завете. Стремиться отдавать больше, чем получать. Почти как земледелие. Один к пяти. Здесь еще. Желать учиться любить, а не быть любимым. Потом терпеть, прощать и снисходить к недостаткам рядом живущих людей. Вот так. Это по Европе написано? Это да. Это уже вы здесь проживили 10, да? Ну вот нету здесь, даты нету. Но я думаю, где-то 8-10. Хорошо, это мы делаем известно. Люди, которые просятся приехать. Чтобы было интересно. Я взял опыт. Это до занятий. Сегодня вступление такое. Брат Андрей говорит, покажу, что мы тогда написали. Он объявил. Да человек 8 писало. Да, вот сколько дворов здесь жило, все написали. Так. Вы к занятиям всегда готовьте вопросы, когда читаете. Пока есть возможность такая. Мне еще один написал. Я в Библии нашел ошибку. Я говорю, так давай скорее мы ее выправим ее. И Господь накажет и бросит бремя им на плеча. Не плеча, а плечо надо. Я говорю, нет. Там и множественное число. Плеча – это церковнославянское слово. Они так оставили его. Переводится на плечи. А по-славянски – плеча. А, ну тогда ладно. Ошибку нашел. Ошибка в незнании своем. Ну пошли. Второе послание Коринфянам. Десятая глава, восьмой стих. «Ибо если бы я и более стал хвалиться нашу властью, которую Господь дал нам к созиданию, а не к расстройству вашему, то не остался бы в стыде, в толковании. Не сказал, я имею власть наказывать и умерщвлять, а они не имеют. Но смиренно, если бы и более. И не сказал, если хвалюсь, но если бы стал хвалиться. То есть, если захочу говорить, похвалиться о власти, которую Господь дал нам, опять все это приписав Господу. А получу я ее от Бога для того, чтобы утверждать вере, благодетельствуя, а не наказуя. Итак, почему ты сказал неспровергаемые замыслы? Потому, что в том и состоит созидание, чтобы разрушать все гнилое и уничтожать препятствия. Итак, каким образом ты угрожаешь разорением, когда не получил на это власть? Преимущественно, я получил в созидании. Но если бы кто оказался неизлечимым, то мы воспользуемся и властью на разорение. Итак, если я захочу, говорит, похвалиться тем, что Бог даровал мне больше. Так что я имею власть прежде всего благодетельствовать. А в случае противления наказывать. Не останусь в стыде, то есть не покажусь лжецом или горделивым. Так, кто может что сказать на это? Вот вы считаете, прочитали. А то Павел говорит из собственного опыта. Да, вот так-то, так-то поступать. В твоей жизни было так? Я тебе сегодня не стал до конца говорить уже в проповеди. Так, что там искать надо, значит, да? Она ищет, метет. А когда тебя ищут, там тоже, говорится, три тысячи он набрал, и с ними по горам ищет Давида, сову, тесть. И не только это, а дальше что искать? А какое искание самое хорошее? Ищите лица моего, говорит Господь. И когда с Богом, по слову Божию, все остальное становится на место. Ну, вот опыт. Какой опыт у тебя? За тобой кто-то гонялся когда-нибудь? Нет. Мы приехали в Москву. У нас встреча назначена. Не у нас, а Всесоюзный Совет Евангельских Христиан-Баптистов. Всех Б называется. Меня предупредили, говорит. Мы должны сначала, прежде чем идти куда заниматься, проверить, есть ли у нас хвост. Хвостом называется тот, кто сзади привязался и идет, и туда. Я говорю, как проверять? Внимательно смотрите. Когда скажем бежать, бегите с нами. Бегать я умею. Вот идем. И они завели на площади, там, Зержинского. Главное здание КГБ. Но попроще, мы-ка проходим. Один так тихо идет, рядом говорит. За нами двое. Они там были, здесь выявились. Тут-то мало кто. Поэтому надо идти там, где мало людей. А там видели мы их, и видно. Машина, один и тот же номер за нами идет. Так, сейчас мы только проходим с площади. Сто метров не пройдем только. И там подвороте называется. Такая. Заходить во двор там. Мы бегом. Там есть маленькая щель, говорит. Мы щели ее на той улице. А там машина уже нас ждет. Ну, мы как только промелькнули туда, на ту сторону. Там мы машину сели, а там никого нет. Круги там дали по Москве. Ни одной машины нет. И теперь мы собираемся. Это опыт. Вот потеряевки к нам приехали, допустим. Как? Точно так же делать. Вот тут под насыпь. Как идем, там ребятишки лазили еще. Прямо рядом здесь, смотрите, в сторонку. На той стороне у нас машина стоит. А здесь мы едем. Остановилась машина. Чуть-чуть. Мы на холу буквально выскочили. Я к примеру говорю здесь. Мы так не делали. Мы в трубу. На той стороне насыпи. А насыпь там метров 5-6 высоты. И там машина. Мы сразу в нее садимся. Эти, которые здесь, они даже не поймут, куда мы делись. Они за этой машиной-то идут. А там нас уже и нет. А мы на той стороне. Мы сразу в другую деревню. И люди собрались. И все. Это надо быть опытным. Это не мой опыт. Это у них опыт. Вот, допустим, мы зашли в Третьяковскую галерею. Кто знает, что такое? Кто там был? Вот. Вот, видишь сколько. Замы картины страны можем назвать. Там и Сурикова, там и Полежин, там и Репины. Кого только нет. И более древние. И один зал посвящен картине Иванова явления Христа народу. Когда он показывает вот Агнец Божий, который берет на себя грехи мира. И одна комната, большая довольно, иконный зал. Старинные иконы. Ну вот как здесь быть? Идти надо, чтобы вас было несколько человек. У меня тут опыт. Мы ходили шесть человек. Ну и теперь я иду и рассказываю, что эта икона означает. Редкая икона. Вот голубое это значит показывает на небо. А вот это вот, это воскресенье как мертвых. Люди, которые этот зал-то проходят, они все. Тут сразу колонас быстро-быстро наращиваются. Наросло, не могут никак. Кто-то побежал, сказал. Милиция пришла. Они не могут пройти. Ну людей ты не вытащишь. А вплотную друг к другу. Ну там хоть кто-то, хоть как-то остановите его. А я не слышу, как будто я слышал хорошо. Люди, которые со мной рядом идут. Наконец милиционер продрался. В чем занимаетесь? Как все? Открытый окон, иконный зал. Меня спросили. А он не знает, что это наши люди-то. Я им рассказываю. А что они там дальше? Они кричат сзади. Говорят, и громче, чтобы слышно было. Я громко говорю на всю комнату. Ну и мы обошли весь зал. А иконы-то только по стенам, на полу, на потолке их нет. И мы к двери, и милиция возле нас. Три милиционера. Если за нами двигаются, людей задержат. Охрана. Бог дал. Бывают люди неверующие в вагоне, когда говорят, да хоть кто-нибудь по башке ему съездит, чтобы замолчал. А здесь милиция. Тишина полная. А я иду, и каждую икону... А они ничего не говорят. Они не могут мне запретить. Я ничего не делаю. Гида нету, который объясняет. Да гиды не знают. А я иду и радостно. Когда мы вышли, они за нами уцепились. А у нас время есть. Мы потихоньку. Милиционер прошел там, вернулся назад. Мы счет сделали. То есть это опыт. И опыт немаленький, нужно сказать. Как свидетельствовать? Еще один опыт. Кто знает, что такое Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге? Был в нем? Нет, только знаешь. А кто был в нем? Вот видишь, какие люди. Когда-то там, при советской власти, там музей был. Но раз в музей, большая церковь, и маленькими группами, 4-5 человек, то бывает 5-6 групп идут и гиды рассказывают. А главное это вход. И вот она одна, которая, девчина там стоит, и говорит. Поднимите врата верхи ваши, и войдет царь славы. Это знаете что? Это на Пасху священник одевается такая у него красивая одежда. А я говорю, нет, это не об этом. А она что? Христос одержал победу на дьяволах. Его победа возросла, слава Христову, перед народом-то. А Христос не кланяется нигде. А вот эта перекладина вверху-то, она вот такая только. А он выше ее на ногу. И говорит, поднимите врата верхи ваши. Обращение к дверям, к мертвым. Поднимите. Она говорит, у-у-у, как вы тогда объясняете вы, которые она деньги получает за это. А я бы спрашиваю, а то дальше там мозаика такая, красота. Да, я все объясняю. Ну, это, маять и фуху не надо объяснять, его все знают. И дальше. Все, которые там были, поскольку человек, они все здесь. Там билеты на улице продают, а выходить никто не выходит. На крест билет продают, люди подошли, дверь открыли, а зайти невозможно. Ну, как так? Мы билеты купили. Она, которая там-то билеты продает, она не знает, что там внутри-то делается. Она заглянула. Такого не видала никогда. Как, говорит, рыба в бочке. Она тогда это сказала, что такое. Да, это я попросила. Ну, скажите, чтобы он на меня вышел туда на выход, чтобы людей как-то, смотрите, разрядить обстановку-то. Ну, я туда и люди, а я тогда на улице им говорю. Понимаешь, вот это ищите метод. А что такое Петергоф? Кто там был? Вот, вот тут везде лазила бабка моя. Вот так. Вот Петергоф. Это там, там и посуда еще только нет. Та же самая обстановка. А там мужчины почему-то гиды. Вот. Отец на ум он гидом был. Это надо много знать. Ну, точно так же говорит. А я вижу, даты не сходятся. Не к тому царю даже относятся. Я ему сказал потихоньку. Он, бывает, обидит. А нет, говорит, ну-ка, давайте говорите тогда так. Ну, он тогда встал вместе со всеми, а я тогда начал говорить. Ну, и аудитория-то моя. Мне разрешили. Теперь я им говорю уже по Евангелию, откуда и что. То есть ищите. Не я это делал. Это они такую обстановку создали, а я в нее просто вписался. А так бы так спрятался. Ой, да тут арестуют, да заберут. Вот об этом думать не надо. Вот апостол Павел о чем сейчас сказал. Я более всех. И далее говорит. Они никого не обидели этим. Ты вот что считаешь и всегда думай, а будет со мной такое или нет? Еще раз говорю, мне говорят, как вы могли все это запомнить? Потому что эти слова в Писании, они по мне колесом проехались. Поэтому я могу говорить об этом. Я вот с кем не разговаривал. Как проводить время, когда ты арестованный? Когда закрытый? Там вокруг тебя десятки людей, ну 70 человек. Все курят, матерятся. Как ты себя должен вести? В первую очередь, ты прежде чем туда попасть, молись, как твой брат. Он прежде это все сделал, а теперь ему навесить в руки оружие дать не могут. Он полностью по правилу прошел. За полгода раньше написал заявление на альтернативную службу. И я не отказываюсь. Я христианин, я не могу пойти. Они там какого-то священника нашли. Тот уговаривал. А как Александр Греевский, да все. Везде опыт один показывает. Ищите Господа и лица его всегда. И ты не будешь послежен. Никогда. Даже не знаешь. Писание говорит. И не думает, что отвечать. Я вложу в вас знания. Вот когда я говорю, мне мало людей в этом верят. Как вы проповедовали, не знали? Не знал. Когда я обратился, через три месяца меня уже на кафедру поставили, 50-ники. Я проповедовал. Теперь, это в 62-м году, 18 лет прошло. Я впервые начал считать Златоуста. Конспектировать, насчитывать. Впервые. А когда там проповедовал, я говорил прямо, как будто передо мной труды Ряна Златоуста. А как? А Бог в черепок туда положил. Я не достоин этого, но Бог сделал так ради людей. А когда уже Златоуста просчитал, ясное дело, что тут, а как накрыли плечу теперь. 12 томов. Они находятся здесь, в этого, наверное, на полке, в Терентьеве. Которое мне подарили в Америке Кондратюк, отец Арсений. Вот Кондратюк, еще скажу. Знаете, как все это цепляется одно за другое? Он архимандрит. Строил монастырь там лесенский какой во Франции. И мы сидим за столом. То ли он специально для меня купил такую рыбу. Там, лосось, не знаю, там. Я не ел такую рыбу никогда. Она по рукам буквально. А он себе наливает водочки, выпил. Вот, если бы вам что-то давали из Америки, что бы вы взяли? Я говорю, а что у вас есть? Он говорит, у меня полностью Златоуст. Изданный в Италии. Репринтное издание. Буква в букву. Ой-ой-ой. Ну, а я насчитывал там по одной книге. Да еще страниц не хватало. Эти страницы я рукой там дописывал где. А тут вся новая. А кто хочет посмотреть, зайдите к Терентию. Они стоят там. Но только не 12 книг, а 13. 12-й дом большой, его разделили на две. Зеленого цвета. Там чудо. Ну, я когда в Вашингтоне был, а там додумались, мне подарили компьютер. Я взял компьютер здесь. А взять можно только груз, который вот в одном. Я подержал компьютер, я куплю. А Златоуста не найду. Я со Златоустом сел в самолет. Из Вашингтона уже подняли сюда. Дорогой думал, если самолет авария будет. А я его прижал к себе, не отдаю. Златоуста может там распылиться, кто-то возьмет в океане. Конечно нет. Видишь, как вот опыт показывает. Что ты изберешь, самое главное. Я положил перед тобой жизнь и смерть. Благословение и проклятие. Избери, Господь говорит. А добавляет, зачем вам умирать? А то, может, мы ничего и не понимаем. Вот это все здесь заложено в этих словах. Пошли дальше. 9-11 стихи. Впрочем, да не покажется, что я устрашаю вас только посланиями. Так как некто говорит, в посланиях он строг и силен, а в личном присутствии слаб и речь его незначительна. Такой пусть знает, что каковы мы на словах в посланиях залочно, таковы и на деле в личном. Каков на словах, таков и на деле. Я могу похвалиться, но не думайте, что я устрашаю вас посланиями, как говорят мои клеветники. Он хвалится в посланиях и посылает грозные письма. А в личном присутствии он ничтожен и является не таким, каков в своих посланиях. Но всякий, кто так говорит, пусть знает, что мы не только угрожаем в посланиях, но при личном присутствии можем и привести в исполнение своим угрозам. У меня почти наоборот. В личном присутствии, я тут сколько говорю, а написать-то как Павел-то, у Мишки не хватит. Наоборот, он в послании сильный и грозный, а когда встретился, вот у нас было Евтихии, мы его захватили было, царство ему небесное. И он-то меня уже когда узнал, я, говорит, когда назначили меня, первый раз в совстрече, я подумал, как я буду сыгнать, обладать-то. Ну, всех обличают, ну и, а я епископ. А когда приехал, он не поверил, что это я. У нас хорошее отношение, он пришел в университет, у нас фотографии есть, они с батюшкой сидят за партой, а я подошел к ним и склонился. Видишь как, на словах человек бывает силен или наоборот, чтобы одинаково везде, так и не получится. Вот на меня, которые выходят, где написать, у меня времени нет писать, я говорю, заходи по скайпу, и отвечаю все вопросы. А так, ну где я там нащакаю-то? Тем более многое печатал на Украине, а здесь клавиатура другая. А я вслепую печатал тысячи страниц. Пальцы каждый знает, куда они глядят. В темноте я печатал, и у меня палец хватает, две пугови святые, которые здесь сегодня-то. Я пишу, если пять минут, а минут десять только выправляю свои ошибки. Поэтому мне выгоднее, чтобы человек зашел, я ему сказал. И вот это из этого, когда считаешь, значит, ничего особенного тут нету. Главное, чтобы у тебя горел огонь. А там поступили не так. Павел, что, закон. И какой вот брат прочитал? Устав, то другое. А если человек делает все по-своему, не благословясь, ничего, как? Ну, оказать сопротивление. Ты не открывал деревню. В Алтайском крае погублено почти 400 деревень. Только в нашем крае. А всего 81 тысяча по стране. Бери любую. Добивайся статуса. Провода провели у тебя там. Там дорога, асфальт есть. Здесь-то ничего нету. Батюшка-то зачитывал, сколько труда положили. Все депутаты были против. Батюшка в Москве. В Белом доме был. И вот приехал, а тогда звонок дали. И тут уже все проголосовали. Вы приехали, которые приехали на готовое. Помните это всегда. И поэтому не вы устав составляли. И я на него не напрашивался. Я сказал сестре Елене Барабаш. Она дня три подержала. Говорит, у меня ничего не получается. Пишите сами. Можешь спросить ее. Ну я написал, сколько там пунктов. 40 пунктов. И нам не надо их нарушать. Брат, то есть свой отец уже просчитал это сегодня. У нас там более подробно. Обо всем сказано. Как пожар, когда чтобы не было. Были люди, которые сливали. Иди, ну, отработка на землю шла у них здесь. Ну, корчатки. Не мыть там одежду такую мазутную. Ну и прочее. И поэтому, когда мы это считаем, мы применяем. А как бы я поступил при апостоле Павле? Вот теперь это что? Есть опыт? Туда. Как бы ты? Вот мне говорят, ну, сейчас вот архиереем у вас здесь был бы Василий Великий. Как? Я говорю, ну, он же жезл меня огрел бы, да и все. Мы бы с ним, может, и не сошлись совсем. Он за монастырей. А я против. А у него это главное. А я против этого. Поэтому все недостатки, что люди православные хуже неверующих бывают, что возникло мусульманство в 2 миллиарда, все виноваты монахи. Они не шли проповедовать, и людей заключали за стены. Мандра – это стена. Архи-мандрит. Архи, то есть это старший над стеною вокруг. Не понятно это? Вот. И поэтому говорить, а как вы при златоусте? Вот златоусте, может быть, я так вот прикидываю, как он говорит. Блажен, Антепелак, мы почти во всем сошлись бы. Я не могу уступить к Слову Божию. Без него нет ничего. Оно возрождает человека. Оно дает духовное рождение. Там, посмотри, чтобы никто не упал на пол у нас, а то им с мукота будут. Пошли дальше. Двенадцатый стих. Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют. Они измеряют себя самими собою и сравнивают себя с собою неразумно. Толкование. Здесь он показывает, что это хвостуны и слишком много хвалится собою. И так говорит, что мы не смеем сопоставлять, то есть причислять или сравнивать. То есть противополагать себя тем из них, которые превозносят себя похвалами. Они, говорит, не удостаивают приравнивать себя к кому-либо из других людей, но измеряют себя самими собою. Состязаются между собой и не чувствуют, как смешны они вследствие этого. Ибо каждый, считая себя лучше других, унижает другого. И так все являются славными друг перед другом. Они не понимают сами, как это смешно. О ком он говорит, апостол Павел, здесь? Конкретно. О лжеапостолах? Ну, он говорит, что люди, ну, не по Писанию, не сравнивать. Почему так поступаешь? Сравнивать себя с собою. То есть у него ничего нет. Григорий Ницкий, это брат Василия Великого, он говорит, люди верят только в то, а многие, что все смогут сами сделать. Мы должны брать все время выше, планку поднимать. Не мы. Я говорю, вот в это время, какие годы были, там, 23 года почти, что мой возраст был, Иоанн Златоурус, как он делал? И поэтому ссылки, когда делаем написание, так сделал Павел, так сделал, считаешь, когда Давид. Я определенно говорю, по определенным темам. Это то, что я имею, это не мое. Это я все взял у них, подражая ему. Вот самый маленький вопрос. Сколько на стол у тебя уходит? Недавно мне вопрос задали в интернете. У вас, вы, это, где-то у вас есть, говорите, когда в последний раз спали 7-8 часов? Я говорю, на этот вопрос я не отвечу, почему я никогда не спал столько. Как я могу ответить? Я все время ущипывал себя, и у меня осталось 2,5 часа на сон. 2,5. И никогда днем не прилягиваю. Организм все это свободно выдерживает. У меня есть теперь люди, знакомые, которые точно так же начали делать. А вставать всегда, но в одно время 4,40. Тогда вечером ты быстро будешь в постель нырять. 4,40. К 5 приготовишься уже к молитве. И тогда день-другой будет. А когда вы долго спите, то ничего там не будет. Если общей молитвы нет утром, домашней церкви нету. Все. Я не выдумываю и подражаю тем, которые впереди меня добить. Говорит, я встану рано. В другом месте я предваряю рассвет. Предваряю, то есть вперед прихожу. Не солнце, а рассвет начинает. Но я уже давно на ногах. А как это? Ну, больше успеешь сделать. Кто рано встает, тому Бог дает. Вот, которые рано встают, называются жаворонки. А которые поздно, поздно ложатся и поздно встают, называются совы. Кем ты хочешь быть? Это в простонародье так. Жаворонок и сова. А он может, не может. Бывает вот у него уборка. Он может быть до трех, до четырех, пока расса не упала. Ну и встанет она позже. Это все нормально. Ну, обычно. Зима. Ну, ритм такой. Это мне сгодилось, когда я был в Америке. Когда я где в людях был. Но я уже надоедал. Я потихоньку, а все равно задеваюсь. Это загремит бывает. Рано вставать надо. Почему? Пока ум не охвачен сомнениями дня, суетой, ты на голову, на чистую считаешь что-то. Что-то выпишешь, запишешь. Вот сегодня пойти в храм, я уже к этой теме готовился, готовился уже недели две. Еще решил перепроверить себя, что сказать, что упустить. Кое-что я успел сейчас сказать здесь. Почему опыт? Поиск. И она начала мести, нашла. Теперь, что такое динарий? Почему эта женщина деньги такие взяла? То есть на ней все и было ее достояние. Это не просто так. Это или вдова была, или не выходила замуж. Деньги при ней. Она потеряла. А иначе у нее бы не было, она не потеряла. Понимаешь, вот глубже ты исследуешь, когда есть. А кто научил так? Научил, я бы, ну, Господь. 5-39 Евангелие от Иоанна. Люди говорят, ну, это Ветхий Завет. Христос это говорит новозаветным людям. А в то время не было никакого Писания, кроме Ветхого. Не было. Я говорил сегодня. Матфей 5, Март 7, Лука 15 лет, а Ян через 35 лет, только Евангелие напишет после воскресения Христова. Это ты должен знать. Когда Господь говорит, так, исследуйте Писание. Евангелие от Иоанна 5, 39. Другого не было Писания. Теперь 1 Тимопея 4, 16. Апостол Павел говорит, вникай в себя и в учение. А зачем? Сходится или не сходится? В себя и в учение. И занимайся с ним постоянно. Так поступая, вот так. Спасешь себя и слушаешь себя тебя. И ты там делай. И если это слово мне понравилось, почему тебе его не понравится? Оно понравится тебе. Вникай постоянно. А у меня этого нет. Почему у меня нет этого? А у меня не так. А почему не так? А чтобы не было, я ничего не могу сказать. Павел делится опытом. Я более всех потрудился. Более в опасности. Он хвалится, конечно. Хвалящееся, хвались Господом. То есть не я это делаю, а благодать Божия делает. Потому что я доверился Господу. И тебя будет, может, намного лучше даже. Павари. Начни борьбу. Прямо обили еще несколько дней. Если ты выйдешь к успению другим. Как раз успение это сон. Услух. Ты можешь приходить к нам. Тем более, когда темно. Я лампочку провел на улицу. Вот с братом Николаем Георгиевичем. Теперь у нас там свет будет гореть утром. Надежда Васильевна веревочку сделала. Она от нашего двора. От ее двора к нам идет. Она за нее держится и идет. Чтобы не упала. Крепкая веревка. Там столбики вкопали. И, наконец, от крыса к крыльцу подходит. А завтрашнего дня там лампочка гореть будет. Свет все будет освещать. Чтобы не проспать. Поэтому сегодня у меня затруднений не было. Утром моления-то не было. И когда звонок раздался, я в 4.40. Обычно я в 3.00 чем-то встаю. Ну и что? Вот хотя она сорвалась, там в два раза она больше не стала звонить. Каждое утро она меня будет. Как будто я не может на постели меня застать. Спать-то тоже охота. Кто спит днем хотя бы там сейчас до 60 лет, он укорачивает свою жизнь. И кто после 60-ти не дает так вздохнуть человеку, тот человек, он не восстанавливает силу, укорачивает жизнь. Но если ты уже крепко навык, то после 60-ти ты не уменьшишь. Он маленько побольше сон будет, но не 7 часов. Вот просто ты живешь в этой обстановке. И ты возьми для себя правила, запиши сегодня. Вставать буду раньше. Мама, чтобы разбудила. Твоя мама сейчас-то утрами с нами вместе молится. Ты, может, и в день иногда рядом с мамой поборешься. И мы молимся о брате твоем. И молятся люди, которые днем через каждые два часа, которые его никогда не видели. И которые произойдут от имени Никиты. Видишь, как хорошо быть верующим. Пошли дальше. 12 стих. А мы без меры хвалиться будем. Ибо мы. А мы. А. А мы не без меры хвалиться будем, но по мере у дела, какой назначил нам Бог. Такую меру, чтобы достигнуть и до вас. Пакование. Ибо хвалясь, они, может быть, говорили. Мы достигли пределов земли и обратили вселенную. Но мы, говорит, не так. Как между земледельцами разделил Бог виноградники, так и между нами апостолами разделил вселенную. Итак, будем хвалиться по мере у дела, какой назначил нам Бог. Какая же это мера? Та, чтобы достигнуть и до вас. Итак, поскольку это наша мера, то мы и до вас хвалимся. Это пояснение дает. А он спросил у Фефелакта, было это или не было. Он об этом не пишет. Почему? Потому что он грек, его назначили архиепископом в Болгарии. И когда он пришел туда, страшное состояние заставил в церкви. Люди и всякие языческие учения у них. Между собой вражда такая идет. Это описано в его биографии. А ведь уже 900 лет прошло. 900 лет после него. И вот он додумался такой, весь Новый Завет, кроме Откровения, дать толкование. Какой же он молодец. Моли Бога о нас, блаженная Фефелакта. Ободритесь. Глаза не зажмуряйте. Иногда человеку говоришь, а что ты дремлешь спишь? Нет, это точно у него состояние, а уже грань потеряна, когда он засыпает. Вот я если заснул, я знаю почему. Потому что нос обклюнулся в клавиатуру, уже два раза нос разбивал. Где печатаешь, прям во время печатания. Организм не тянет. И согласиться с тем, что уже достигнуто, дорого стоит. Ну, сплю, конечно, больше, чем раньше. В девять, десять часов я стараюсь уже уйти. Сарин, ты услышал, ты молод, ты многое можешь сделать. Очень многое. Пошли. Старость пожинает юность. Четырнадцатый стих. «Ибо мы не напрягаем себя, как недостигшие до вас, потому что достигли и до вас благовестования Христовым полкованием. Вероятно, ложные апостолы и отправившиеся куда-либо, без всякой проповеди, хвалятся одним простым пришествием и все приписывают себе самим. Итак, апостол говорит, мы не напрягаем себя, как недостигшие до вас, ибо мы достигли непросто, но благовестованием Христовым. То есть не только пришли, как те, но и с проповедью Евангелия. Комментарии Игнатия Латкина. Прочитав толкование блаженного Федрилакта на это место, трудно ли православным сказать, что они есть лжеправославные? Все, кто не проповедует Слово Божие, лжеправославные, исповедующие совершенно новую религию под именем Православия, которую Бог в нем учреждал. А пока хиреи, пастыри и прихожане не сознаются в этом, надежды на покаяние и на спасение нет». Вот мы проехали, если это не худо, Тихий океан, знаешь, нет? А где Атлантический? В Португалии. Мы от одного океана, там собака искупалась, а до другого в Португалию зашли. 650 выступлений только в библиотеках были. А мы там еще и по городам пытались сходить. В дорогах было, в храмы заходили. То есть в общей сложности у нас было за 3 или 4 года несколько тысяч выступлений в городах. Помню, на Украине нас ждали, уже сообщили. Пришли храм люди и на колокольне. Колокольня у них, не колокольня, а вверху, ну, видимо, на колокольне как раз. Так-то из храма, там на самой высоте, и люди там собрались. И все это мы засняли. У нас можно посмотреть в город, какой, кажется, Николаевск. Почему? Это наши люди. Я добавляю, что мы никогда не считали украинцы и русские, это разное. Это один народ. А сейчас видишь, как друг друга уничтожают. И как мы должны быть внимательны, молиться. У нас сохранились там, которые приезжали оттуда, получили крещение. Пожилые люди. Одни приезжали там 70 лет, 80 лет даже такие. Поэтому мы там, когда останавливались, мы как дома были. Теперь хода-то туда нет, да и нам там делать нечего. Вот сейчас бы если спросили, а где... Вот я в Греции когда был, а отсюда уехали греки. Вот рядом Володя живет один. Уехал там, второй брат его, туда уехал, Дмитрий Устинович. Но вы меня спросили, они, вот вы ездили, где самые неверующие люди? Я говорю, у вас, в Греции. В Германии были там другие государства, там Франция, Испания. И везде встречи. Но такой, как в Греции, нету. В каждом доме почти, если двор какой-то, хоть маленький храм построят. А ничего нету. Язычники. В магазин зашли, а там портреты советских правителей, старых, там маразматиков всех стоят. Поговорить на божественную тему русские люди. Вот так. А где самые верующие? И такого я не могу сказать. А самые неверующие, могу сказать, греки. А самые верующие, трудно даже сказать. Во Франции косулись когда? А вот давай даже масонов нахваливают священник. Ясное дело, что я отшатнулся, и с ним уже ничего нету. А где, в какой монастырь лучше? Ну, лучше Джордан Виле в Америке нет, я не встречал, потому что ночные молитвы. Вот я когда был, там ездили по разным городам. Сакраменто, Сан-Франциско, Лос-Анджелес. И каждый раз меня спрашивали, митрополит Виталий, ну как, я говорю, не понравилось. Ну, они тогда меня в монастырь сунули, я возвращаюсь, и как, я говорю, очень понравилось. Какие люди, какие монахи-трудяги. Ночные молитвы, там большое выступление у меня было по теме, что ожидает русскую иммиграцию по слову Божию. С переводчиками там китайские, которые сидят, переводят на китайский язык. Это я все воспоминания делал. С Богом везде хорошо. Везде. Куда бы ты ни поехал, где бы ты ни был, если ты иск наберешься, имею в виду, то у тебя все по-другому больше, чем у других. Так вот, он и об этом и говорит. Вот эти слова-то, прочитай-ка еще раз, выделенные. Слушайте, это Фифилак говорит. Достигли непросто, но благоествованию Христову. То есть не только пришли, как те, но и с проповедью Евангелия. Вот чем мы достигли вас. Чем? Проповедь Евангелия. А сегодня о чем угодно говорят. У нас есть ролик такой, вы можете зарядить, называется «Святая Русь». Мое стихотворение, положенное на музыку. И, да, я могу кинуть вам ее. Не видели? О, закачаешься. «Святая Русь, когда была святая, Скажите дату, срок и имена. Во свете Библии патетика растает, Останется вино, вина, война. Хватали все от севера до юга, До порта Артура, Оспу, островов. Все подгребли, саму, тайгу и в югу. И расплодили нехрестей, воров. Кто хуже нас, сокровища земные, Транжирит, сжет и рубит по весне. Мы опостылили от века и до ныне Прибалтики, Татарам и Чечне. На наши земли вожделение, Зависть облизывает, смотрит миллиард. Весь мусульманский мир там добровольцам запись. У нас отнять за счастье каждый рад. О Божьих проповедников пришли Служение Богу на родном, на русском, Крещение духом водное в крови. Тернистый путь и вход уж очень узкий. Тогда исполнив веренной нам Не Русь святая, а герои веры. В народы понесут евангельский бальзам От коммунистической заразы и химеры. Вот я говорю, как при Балтике И сразу показано, как одевается Картина такая. Татары, и как татары там, молодежь. Чечне, чеченцы. Отнять каждый раз. И показано, мусульмане склонили, Другие с автоматами идут. Это Виктор Николаевич Сашенька Составил вот этот. Я скину его вам. Оно очень трогательное. Хватали все. А как так? Аляска где? Американский континент. Это русская территория была. Порт Артургия, Китай. Русская. Финляндия. Это русская провинция была. Польша. Русский протекторат. Все везде захватили русские. А как только революция, все это отвалилось. А потом рассыпался и весь Советский Союз. И ничего нет. А ведь погубили не два, не три человека. Завоевывали-то оружие. Как на Альпах он рисует. Картина. Суворов. В горах там. Как он идет. Нужна нам была эти Альпы нам? Ну давайте сегодня посмотрим реально на это. Мы сколько горя-то принесли людям. Мы русские люди. Не мы. Ну теперь доказывать не надо. Все отняли. Ничего нету. Сегодня против России практически воюют 50 стран. Минимум. Которые блокируют все. Ну только кто связан с этими, с разными интересными, да, какие аппаратурами нельзя привезти. Ясно, что мы терпим ущерб. Все, поехали. 15-й, 16-й. Мы не безмерно хвалимся, не чужими трудами, но надеемся с возрастанием веры вашей, с избытком увеличить вас и дел наш, так, чтобы и далее вас проповедует Евангелие, а не хвалиться готовым в чужом деле. Толкование. Показывает, что те хвалятся трудами апостолов и хвалятся безмерно, то есть чрезмерно и чужими трудами. Мы же не так, но достигши до вас, мы смело говорим, что достигли до вас. При этом мы надеемся без сомнения на Бога, ибо Павел не думал выставлять на вид себя, что достаточно, научив и умножив веру вашу, возвеличимся вас. Ибо учитель возвеличивается тогда, когда умножает подвиги учеников и с избытком увеличивает свое дело, то есть расширяет ту меру у дела, которую он получил. Итак, на что мы надеемся? На то, что и далее вас будем проповедовать Евангелие. И, может быть, и сверх того похвалимся, если принесем им пользу. Как домостроитель Вселенной и архитектор, он повсюду называет трудел и меру. И чтобы показать, что все это принадлежит Богу, который определяет этот трудел в эту меру, приводит и следующее место. Комментарий Грати Латканов. В словаре язычников никогда не значилось слов Христос, Евангелие, проповедь. Как неумело произносит их язык, не приученный к этим животворящим словам. Но как иудеи, так и язычники утешали и воодушевляли друг друга этими словами. Будем проповедовать Евангелие. Будучи гонимы и избиваемы, они молились о том, чтобы Бог дал им силы и мудрости. И это дарование Божие выражалось проповедью. Деяние апостолов 4, 29. И ныне, Господи, возри на угрозы их и дар обам твоим со всей смелости говорить слово твое. Говоря другим о страданиях Христа, человек забывает о своих. Итак, будем проповедовать Евангелие. Мы больны, гонимы, но проповедь несет облегчение и излечение. Ибо проповедующих благословляет сам Бог, как пославший их на проповедь. Итак, будем проповедовать Евангелие. Все рушится, всю нынестабильность, терроризм, угрозы. Как страшно и одиноко быть в этом мире без Христа. Приблизим к себе Иисуса послушанием Ему, посылающим нас в мир с проповедью о Его любви. Итак, будем проповедовать Евангелие. И тогда в словах Христос, Евангелие, проповедь сделаются для нас самыми любимыми, объединяющими нас, делающими нас воистину радостными и счастливыми. Итак, будем проповедовать Евангелие. Вот, заметьте, я слово буду проповедовать Евангелие пять раз повторил. Понимаешь, один раз прочитает, я его, во-первых, в самом тексте выделил, как издание какое-то, такого никогда не было. И дальше, в коротком промежутке, показал, в этом вся суть. И пять раз, да, Феопилак, может, не разрешил бы, тут другим шрифтом написано, черточки стоят отделенные, она видна, что тут... Это не толкование. Я просто показываю, какая беда, что нет проповеди Евангелия, потому что никто не требует, не знает. Я про одного прочитал, мальчик, он где-то в пятом классе, ну, очередной из баптистов. Новое место тогда, но обычно новички, а как там принимают школьники тогда-то, а он никаких. Он стал говорить, я верующий, о Христе стал говорить. Кто-то, может, посмеялся где-то, смеяться не надо, горе тем, кто смеется. Он по Писанию отмечает. А Бог укротил. Учительницы сказали, говорит, вокруг него группируются, там, где-то, а я ничего не сделал, Евангелие. Вот, и все. А там она додумалась как-то к одному. Говорит, ты, чтобы так у тебя не было, возьми вот это, вот, почитай. А книжка там про волшебников. А отец пришел с работы, а, говорит, учительница сказала, вот, там, посчитать, там, Гарри Поттера. Отец говорит, да зачем же? Брось его пищу сразу. Да как я? Ну, никак, брось, да и все. Зараза, это же бесы. Ну, и отец взял, порвал и выбросил. А тут, когда пришел туда, все-таки. Так, тихо. Зараза, это значит, обладающий счет. Понял, давай. А вам, ну, кодовый замок куда надо? Сюда, на Голубятню. Есть совсем маленький, а есть такой средний. Нет, нет, только такой, потому что тут уже прибитые накладки, она не войдет туда. Как у батюшки в храме? Да я не знаю, как у батюшки. Я же не найду такой. Какой есть, такой есть. О, нет, тогда что, купила что ли? Нет, не надо, тогда не покупать. А мы не найдем покупатюшки, он же неизвестно где покупал. Больше посмотрел и не знает, где он его покупал. Ну, я не могу, это, душка-то не пройдет, хотел бы. Почему? Пройдет большой, хороший замок. Ну, ладно, сколько стоит? 650 рублей. О! Это самое дешевое. Ничего себе, я на столе сижу, занятия иду, чуть не упал. Что вы творите? Вы нуля, а нуля отбросьте, вот столько еще бы взял. Нет, этих санкций сейчас нет. Ну ладно, все тогда. Беру? Нет, не брать пока, отложить, я приеду, сам куплю. А, ну хорошо. С Богом, благодарю. А, так не взяли? Благодарю. Еще себе 650 за замок. Господи помилуй меня, грешно. Сейчас все попало прямо, напасть какая на меня. Евангелие проповедовать. Этого нет. Я батюшке говорил, ты на есть пойди, спрашивай их. Я не командую, я просто говорю, что умрешь, спросится с тебя это. Да, пришли, да, причастились, да, хорошо, дальше-то нет, ничего. Ты посмотри, утром, когда я встаю в 3 часа ночи, в 4.40 это еще время, а в 5 только люди подходят, и в это время я только отвечаю на звонки. Сегодня опять пришло там 3 человека, новое. Мы на вас откнулись, сейчас вообще нам интернет весь не нужен. Сколько здесь всего, как мы услышали, мы искали сына, сейчас только двое остались, мы получили все, что хотели. Наше богатство самое-самое большое на весь интернет. У меня только своих роликов, я-то теперь уже, наверное, 25 тысяч. Тысяч! И все касается спасения души. Сегодня там человек может говорить что-то, отвечать придется за все. Повторяю, неверующих за гробом ни одного нет. Нету. Нету. Он вот сейчас вот так только упал, в гроб положили, да не положили еще. Он только, сердце остановилось. И он сразу видит тех рогатых копытами, хвостатых, которые души его тащат в ад. Он видит огонь, гиену, все видит. Для него не будет, а я не верю. И тебе вложат, и тебе нет, эти запоры все это уйдут. Марсизм, ленизм исчез. Только одно. Все есть на его. Назад выхода нет. Все. И это, которое обмирали люди, клиническая смерть, они все это видели. Вот так. Тем более Алтайский край, Клавдия Усюжанина. Ее препарировали, то есть мертвую, и уже резали. Студенты там зашивали. Я был с ней, я видел это все. Я в ней на дому два раза был. Сын у нее, Андрюша, был, кажется, пятый класс, священник, в Струнино. Она около церкви была, работала продавцом и умерла. Рак. Да, прощи, лучший врач делал, профессор Неймарк. И он, ну да, ну, что ты делаешь, на все охвачен где-то. И она лежала два дня, домашние получили, у ней документ есть, что она мертвая, заберите труп, там, то прочее. А пока не пришли, студенты там препарировали, смотрели, разрезали. На ногах она разрезали. Я говорю, ой, швыж зашитое там. Я видела, что возможно. Вот какое дело. Поэтому, не веря, это ничего не дает. Ничего. Сдерживающих тормозов нет. Вот сегодня только, только-только осталось 7 минут до начала богослужения. Вот сейчас уже остаются минуты. В это время мне звонок. Я говорю, чтобы вам-то не слышно было, я вышел туда, гляжу, начинаю, один, а-на-на-на-на, пошел ты-на-на, и материться. Я прикрыл, только объявил, встанем все на молитву. Он опять звонит, что звонка-то не слышно, я туда. И пришлось, вижу, что нету. Ну, раз, может, 8-10 позвонил он. Я вот так открываю, опять закрою, я прервался. Я тогда вот так под шапку, на скамейку двери закрыл, и никто не слышал, сколько он здесь нас звонил-то. А пришел, я все звонки убрал. Меня Болонин учил, как его стирать. Все надо, ни раньше, ни позже. И человек меня не знает, ничего, а телефон каким-то образом есть. Потому что первые визитки давали, там где-то мой телефон на лагерь. И он говорит, спотыкается, не может сказать, видно пьяный. Ложусь сейчас спать, звонки. Один за другим, один за другим. Ночью только час проспал, пошли звонки. Угрожает, мы рядом, ты открой дверь только. Ну, то есть, на роману малыша когда было, как бы от него. Ничего нету? И что? Господи, смири человек. Я больше ничего не могу сделать. Главное, ни одного слова не дать. Они не могут понять, слышу я иди. Вот главное. Ни звука. Вот так вот я открыл его. Вот так вот. Закрыл. Овец слушал. И вот он ругается, ругается, так слышит. Показывает, что соединение есть. Они отвечают. Зуснул там или еще там уже по-своему. Почему? Испытание. И я об этом человеке помолюсь. Господи, он меня на молитву пробудил. Благодарю тебя. Понимаешь как? Не сразу до этого доходишь. Нам Господь позволил сегодня... Так, 4 минуты наши. Все, поехали. 17 стих. Хвалящийся, хвались о Господе. Толкование. Ибо, совершая такие дела, мы не хвалимся, не приписываем в них чего-либо себе самим. На все это и самую меру, до которой достигнет, усвояем Богу. Вот чем и они должны хвалиться. Вот я спрошу кого-нибудь. Кому по телефону кто-нибудь звонил с угрозой? И не один, а десятки звонков. За одну ночь только 72 звонка. Ну, понимаешь, что... А я не такой же, как вы. Почему? Бог знает. И когда поносят вас, нигде не написано, что великая награда. За это прямо девятое блаженство. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. И сразу все по-другому выглядит. Почему он в венец плетет этим? Ну, это где-то далеко. А бывает рядом, а бывает родные враги ваши. Это все предсказано. А у тебя нет врагов? И что-то не хватает. Как же так? Я делаю по слову Божьего, а гонения нету. Это не может быть. Сатана никуда не делся. И если вот он нападает, и там злословит, он не понимает, он совершенно ничего не знает. Это как раз по слову Божьему. А что делать? Молите. И тогда путь твой будет. И за все благо благодарить. Не я это делаю. Благодать Божия. Я всегда подчеркиваю. У меня этого нету. Я этого не знаю. А благодать Божия. Вот сейчас сегодня сколько один скинул. Про мусульман. Мусульманство там, где арабский язык. Почему вы его не учите? Зачем мертвый язык, как наш церковный славянский? Там такие червяки. А могли бы вы учить? Не знаю. Это не надо мне. Да, у меня на столе лежит их книга. И когда я беседую, я им прямо показываю. Я говорю, вы такие же, как мы. В прошлом году передо мной прошло 2600 мусульман. Без тебя ни один эту книгу не читал. Я не называю ее их книгу. Когда он говорит, вот так-то, я говорю, а сзади баран. Очень похоже. Все на этом сегодня. Вы вопросы готовьте. Я много раз вам говорил. Ну-ка, брат. Последний стих. Давайте последний стих. Главу закончим. 18-й. Ибо не тот достойный, кто сам себя хвалит. Но кого хвалит Господь? Толкование. Не сказал, мы искусны. Но кого хвалит Господь? То есть того, которого действительность труда и подвига благодатью Божией явила достойным. Это Бог делает. Бог. На меня кто-то нападет, вы говорили. А все время повторяют благодать Божию. То есть это не мое. Не мое образование не позволяет. У меня его нет. Вопрос. С какой целью Гитлер уничтожал евреев? Вопрос очень серьезный. Дело в том, что Гитлер объявил 1000 серий гестерейх. То есть тысячелетнее царство. А оно оказано в 20-й главе откровения. А евреи к этому идут. Это у них цель такая. Воцарить антиксист. Они воцарят. Не русские, не цыгане. И Гитлер объявил это. И власть у него оказалась. А это конкуренты. Были такие, как Тенн Стельман. Председатель или касательный главный коммунист немцев. Сколько время он жил, потому что там. Без суда следствие расстреляли. А это в люльке. Маленькие ребятишки, девчонки еврейские. Ну и бабьи я. Сколько тысяч? 30 тысяч. А сколько там было? Но! Тут еще но. Но это очень большое. Кто образовал израильское государство? Кто? Видите, сегодня делят так. Или Сталин, или Гитлер. И оказался в Освенциме, когда других там в пищах сжигали. И для них специальный театр был. Почему? Миллиардеры, которые были, которые Гитлера финансировали. Сегодня все-все-все, все это открыто. И все это фотографиями, все это показано. Как было? Вот потому, что они конкуренты. И если они строят царство, свое царство, не то, которое Гитлер и Гитлер строили. Нет. И поэтому они, как только война кончилась, говорят, что 6 миллионов там, 5-6 миллионов, которые они там потеряли в это время. Мы не знаем, не считали, но и спорить не будем. Потому что действительно очень... Для нации, которая всего 12 миллионов, это катастрофа большая. Как они? Вот есть такой фильм где-то, беги, мальчик, кажется, беги. Видели кто? Нет. Вот так. Как раз про это вот брат Марк говорит, что видел. И как о евреях? А его узнать как? А кто-то придумал? Ребятички, давай играть вместе все. Писать на что-то. Он ничего не понимал. Он сразу видел, что он обрезанный. В одном месте там такой момент был. И за ним гнались, мальчишка как. А отец его как спас? Они здесь, а там наверху, на насыпи, стоят немцы. Он узнал, что стоят. Как? Они сейчас придут, всех расстреляют. Он говорит, я сейчас выскочу из трубы, и побегу. И они будут стрелять за мной. А ты в это время раз, и с другой стороны там выбежишь. Они тебя не увидят. Отец спас его своей жизнью. И далее, как в его жизни все было. Как его прятали там, где поджигали там. Очень сильный пили. Просто покажите, как он называет. Ну что это такое? Беги, мальчик, беги. Что-то в этом роде. И как он потом остался живой в Израиле. Я видел много евреев. Вот не могу сказать, почему мне ни один еврей зла не сделал. Нигде, никогда. Знаю, что я христианин. Я проповедую. И вот в моем доме обратился. Они еврея привезли. Наум Израилевич. Не просто полукровка, а чистопородный еврей. И он у меня не больше трех часов был. И уверовал во Христа. И стал православным священником. И когда с евреями говорят, надо бороться. Я говорю, обязательно. А как бороться? Оружие должно быть очень хорошее. А какое? Любовь. Другого оружия нам Бог не дал. И он крещение принимать, я нигде не знаю. Я поехал в Москве, а там недалеко дача писателя Переделкина. И там храм Колышева, когда задушили. Там кто он был? Епископ, митрополит. Вот. И в честь его. И там он крещение принял. Тоже интересно в крещении. Я ему говорю. Ты полностью. А священник так вот. Купель. Такая глубокая. Вот допустим, вот такая купель. По глубину. А тут полок висит. А священник на той стороне. Он руку вот так вот протягивает его за голову. Во имя Отца. Священника нет здесь. Он раздевается до нитки голой. Ничего на нем нету. Ни крестика. Ничего нету. Во имя Отца. Он под воду. Я ему сказал, что только голова-то, чтобы зашла. А он спортивный такой. Он вот так руками обхватил колени. Да я его вижу как. Под воду-то ушел и сидит там. Под водой-то. А под водой-то можно несколько минут сидеть-то. Я стою, молчу, и священник молчал. А что сказать? Под водой ничего не слышно. Кому говорить-то? Он только вынырнул, а священник опять за руку во имя сына. Он опять ушел, опять руками, ноги вот так сжал. Ну, я-то вижу его, смотрю на него, стою. И Духа Святого три раза так. Священник очень хороший. Без денег, без всего, все это сделали, крестили. А потом он стал посыльным священником, в Армении, кажется, служил, у Ильини Второго, в Грузии. Я говорю, пускай через каждого священника, один еврей обратится, станет священником православным. Вот и борьба. Да и какая борьба? Я-то не священник, с меня спроса нету. Если батюшка не проповедует, горе, если я не проповедуюсь, у меня спроса такого не будет. Я печник, сторож, печка работает, нормально, ружье потерял, сторож. Видишь, как во все надо смотреть. И вот он обратился, мы покрестили его. Потом он с ребятишками уже своим приезжал, не один раз в лагерь, детей присылал сюда. И снимки есть, он стоит, гимнастику с нами делает. Очень искренний батюшка, хороший. Вот у них там стали гей-парады эти, ну, садовитые. Как гей-парад делают. А он мне говорит, какой лозунг написать надо? Ну, я ему написал три лозунга примерно, чтобы люди несли, и все, где это будет. Ну, и там, у него и те любят, я недавно смотрел. Я священник православный, люди говорят, что это там патриарх против. А люди, священники, это грузины, а не серьезные люди. Сталин был грузин. А это так бегут, кто со сковородкой, кто со стулом, эти, которые мужеложники-то, их не могут спрятать в полициях. И прямо из рук полиции вырывают. Кое-кое-как в автобусе, и все, ничего нет. А патриархи говорят, у нас не принято, по нашим принципам. Никогда этого не было, чтобы открыто это, садовитый, он проклятый Богом. Бог сжигает землю дотла, саду-боговору. Это вопросы серьезные. Вот сказать уже у нас о президенте Путина, когда стали трогать, он говорит, нас и так мало. Пускай она женщина женится, а не мужик на мужике. Мне понравился ответ однажды, когда нападают на Россию. Там Владимир Владимирович говорит, вот судя по всему, России не должно быть. Только Бог сохраняет ее. А если Бога нет, ее бы давно не было. Столько нападок, от отсюда все. У России, при царском режиме, каждый год целая прибыль была, не считая 200 миллионов, предплюсы это само усчитывали. 3-5 миллионов. Каждый год. Это уже начало века. И Менделеев подсчитал, что русских к 2000 году должно быть 650 миллионов. А тут даже 150 нету. Ровно полмиллиарда уничтожили. Сейчас вышла таблица, при каком правительстве сколько абортов. Каждый день 20 тысяч. 20 тысяч людей убиваются официально, не запрещено. А у евреев сколько? Вот сегодня у них может та же статистика. У мусульман за 1400 лет ни одного аборта. Ее сразу задушат. Вот тебе, пожалуйста, они ничего нельзя взять. А они это поставили, и все. Они прибывают, но убываем. И что будет? Это вопрос еще один большой. Главное, мы доверяемся Богу и жить по заповедям Божьим. Мы вам передаем манестопеду. Вы пришли сюда, если приехали бы в голая степь, Евангелия не было, блаженно-прилакты в руках бы не держали. Мы вооружили вас, у вас все есть. У вас есть трехтомник? Ну, видите, как. Сейчас все фотографируем. Вы, кто видели, нет стихи. В проповедь в стихах. Четыре книги, которые. Там много библиотек, где мы шли, где были. Въезде. Ну, вот такое дело. У меня вчера я закончил уже работу, мне помогали. Смотри, чтобы не грохнулся внимательно. Так. И что получилось у нас? Я выбрал 50 с лишним слов из книг. И сколько раз каждое слово во всей книге встречается? Иисус, Христос, Иегово. Там. В моих стихах 980. И 55 слов Володя печатал обратно к калькуляторе это все. Я их выставлять буду, наверное, завтра. И теперь ко всем вопросам. Найдите эти слова. Сначала соедините все произведения поэзия Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Александра Блока. А почему вы их взяли? А вот у них у четырех за всю жизнь. За всю жизнь. Маленько поменьше, чем у меня за 9 неполных лет. Понятно? И когда вы этого у них узнаете, сколько, и тогда объедините. И сколько слов это встречается? Священство, спасение, небо, свыше слово. Одно свыше. Сколько раз? Ни разу. У четырех поэтов ни разу. Я проводил это, но теперь уже все данные. В четырех томах сколько раз это слово встречается? Я закончил вчера утром, кажется. А уже днем пришли в братья, мне помогли. Я приплюсовывал, которые у меня отдельно были. Книжечка вышла с первой стиху. Церковь, свобода, тюрьма. Я их обидел, спрессовали. И теперь все выставили. Вот такая большая работа. А зачем? Ну, чтобы вы понимали, что там написано. Я заранее могу сказать. Я четырех томники ни один из вас не прочитаю. Не прочитаю. Если прочитаю, то это чудо какое-то. Потому что там столько завуалировано, столько ссылок, столько местописаний, откуда я там взял. Я должен Библию открывать. Стихотворение 36 строчек. И надо 36 раз открыть Библию, чтобы понять, о чем речь идет. У нас стихи считает Добунов хорошо. И то только с третьей попытки начнет. У-у-у, там все заложено-то. Там сравнение. Называется экстраполяция событий. И с той дали события перенести на сегодняшнее время. И еще один поворот, конечно, к тому, кто считает. Ты начни, попроси. Несколько стихотворений прочитай. И поймешь, а еще, так говорится. А сколько стихотворений, которые положены на музыку. Триллера 80. Я могу их все скинуть. Виктор Андреевич положил это. А вы, Андрей, это Виктор Николаевич. С Савченко. И там я могу такие накидать. Это очень интересно. Ну вот, все. Давайте посмотрим. Аплодисменты. Братман, помолитесь громко. Поблагодарите. Господи, слава тебе, что ты позволил нам сегодня собраться, прочитать твое слово, изучить его и исследовать. Что за все тебе слава и слава, отец Санкт-Петербург. Аплодисменты. Аплодисменты. Спасибо.